Традиционный рождественский обед Российского еврейского конгресса в честь пасторов Евангельских церквей России в этом году прошел 3 февраля в формате онлайн-встречи. Благодаря такому формату во встрече приняли участие пасторы со всей России. В этом году исполняется 12 лет с начала плодотворного и дружественного общения между евангельскими христианами и Российским еврейским конгрессом в рамках иудейско-христианского диалога. За эти годы было проведено много совместных мероприятий, направленных на увековечивание памяти жертв Холокоста. Приводится в порядок места массовых захоронений. Оказывается, помощь бывшим узникам концлагерей и нацистских гетто. Из такой небольшой задумки и идей наших общих это превратилось в такой большой федеральный проект. И я очень горжусь, что стоял у истоков этого. Нам вместе удалось, поставить на поток работу по приведению в порядок мест захоронения останков жертв Холокоста на территории Российской Федерации. Это не значит, что мы до этого этого не делали. Мы делали, мы пытались это все делать. Но вместе у нас получилось это. Сотрудничество между РЭК и евангельскими христианами – это доставляет нам внутреннюю радость. Я уже много раз говорил, выступая на наших встречах, что мы категорически противники того учений, которые были в средние века, теологии замещения, что Церковь заместила Израиль. Мы считаем это лжеучением. Мы считаем, что благословляющий Израиля будет благословен, а проклинающий, скажу проще, не будет благословен, хотя там написано «будет проклят». И для нас это принципиальная позиция. Мы стоим на этом, стояли и будем стоять. Наши отношения, конечно же, это исторические факторы, они тяжелые, очень сложные. Но как бы то ни было, все равно вот этот тяжелый отпечаток в умах евреев по отношению к христианству зачастую до сегодняшнего дня остается. Но вот эти наши дела совместные, когда мы вместе приходим на места массовых убийств евреев, когда мы пишем от лица нашей церкви евангельской «Простите нас за те грехи». Да, не наши, но, знаете, происходит чудо. Вот происходит то, что происходит сегодня на нашей встрече. Мы становимся близкими, мы становимся друзьями, мы начинаем по-другому смотреть друг на друга, видеть помощников друг к другу и соработников. В мероприятии приняли участие представители Израиля, что само по себе стало знаковым событием и подтверждением того, что множество совместных проектов, таких как «Вернуть достоинства», являются значимыми для всего мирового сообщества. Ведь сохранение памяти о Холокосте – это наше общее дело. Я очень надеюсь, что вся эта пандемия скоро закончится. Надо молиться, чтобы это было так. И хоть, по крайней мере, во второй половине года сделать что-то вместе, такое важное, существенное, может, еще какие-то памятники, мемориалы или какие-то инициативы, связанные с еврейскими кладбищами. Еще раз, я использую эту возможность просто всем сказать спасибо. Информационный христианский портал «Зов Сиона», Москва.